С тех пор, как Великобритания передала Гонконг Китаю, прошло 15 лет. В Гонконге традиционно говорят на кантонском диалекте китайского языка, и вторым официальным языком в этом специальном административном районе КНР является английский. Однако последние опросы показали, что по популярности английский язык вытесняется мандаринским наречием китайского, тем на котором говорят в материковом Китае, который считается государственным языком КНР. Впрочем, в свете роста напряженности между Гонконгом и материком не все гонконгцы рады такой статистике. В ходе последней переписи населения 48% жителей Гонконга сообщили, что помимо кантонского они также говорят на мандарине, в то время как английский своим вторым языком назвали лишь 46%. В 2001 году на мандаринском диалекте могла говорить только треть гонконгцев. Причиной роста популярности материкового наречия многие считают то, что власти КНР настойчиво продвигают его в местных школах. Несмотря на высокий процент гонконгцев, способных говорить на мандарине, лишь 34% граждан Гонконга ответили, что этим фактом гордятся. Гонконг находится в статусе специального административного района КНР, то есть имеет широкую автономию и в достаточной степени независимость от материковых порядков. И эту независимость гонконгцы очень ценят. Недавно здесь состоялась серия протестов против того, что в Гонконге увеличивается численность китайцев с материка. Между тем, расширением влияния мандаринского диалекта недовольны не только в Гонконге, но и в тех южных провинциях материкового Китая, где традиционно говорят на кантонском. Так, в 2010 году там прошли демонстрации в поддержку кантонского диалекта. Литингующие обвинили власти КНР в попытках искоренить это наречие китайского с целью заставить весь Китай говорить только на государственном мандаринском.